Привет, друзья! Я Олег Мочаренко, руководитель Центра Здоровья. И в этом ролике я расскажу об одном экзотическом продукте, который не встретишь у нас в Европе, но считается самым обыкновенным здесь, в Азии. Найдено порядка 300 видов применения этого продукта. Это может быть продукт питания, используется в косметологии, используется в кулинарии, в качестве из него делают масла, соусы, используется как строительный материал и многие другие применения. Ну, если вы не догадались, то это кокос. Кокосовый орех, как у нас приняты называть, но биологически это ошибка. Это не орех, он, этот плод, относится к костянке, то есть как вишня, черешня. Лже орех. Вот, собственно, ну можно купить, как говорится, на каждом углу в Таиланде, вот такой вот зеленый орех. Также очень много кокосовых пальм, они растут практически везде, и на материковой части Таиланда, и здесь на островах. Но вот здесь на острове, само и орехи, которые здесь растут, они непригодны для питья, для еды. Они больше технического использования, потому что, поэтому, в основном, кокосы для питания завозят с материка. По стоимости он стоит, ну, порядка полудоллара. Вот, и кокосы можно пить, где-то с одного кокоса выходит 200-300 миллилитров кокосовой водички, которая просто приятно пьется. А вот из мякоти, мякоть, кстати, бывает разная. В данном кокосе она такие довольно толстая, и бывают совсем молодые кокосы, очень тонкая мякоть. Я, например, делаю, добавляю еще манго и делаю вкуснейшие десерты. Я об этом писал в посте. Вот, можно даже делать сыроические из соуса, вот. И йогурты можно делать из кокосовой мякоти. Если соединить кокосовую воду и кокосовую мякоть, и взбить блендери, то выйдет прекрасный шей кокосовый. Вот. А вот это уже старый кокос. Старый. То есть, старый, это значит, что он уже такой переспевший. То есть, мягкая, видите, какая, как в рекламе шоколадки Баунти. Такая очень толстая. И я его тоже покупаю. Для чего? Он больше подходит для разных десертов делать, смешивать с тем же манго. Вот, он больше подходит. И из него же делать кокосовую стружку. Вот. Также в Таиланде очень много продается концентрация кокосового молока, вот в таком виде. Можно, наверное, для вкуса добавлять. И в, я делал тыквенную кашу, и в тоже кокосовый шейк, он усиливает вкус. И в любые другие шейки. То есть, он очень приятный, такой насыщенный кокосовый запах. А также, я пользуюсь еще продуктами из кокоса. Я не живу в кокосовом доме, из покрытой крышей кокосовой. Хорошо. Кокосовое масло. Причем, так же, как и оливковое масло, да, лучше его покупать холодного отжима. Вот, как и здесь и указано на этой упаковочке. Вот, и здесь тоже. Cold pressure. То есть, это масло первого отжима, оно наиболее полезное. И, видите, кокосовое масло здесь, в Азии оно жидкое. Но, как только привозишь в Украину, либо масло постоит там возле кондиционера, оно быстро затвердевает и превращается в белую массу. Вот. Это потому, что кокосовое масло, оно насыщенное. То есть, у него плюсовая температура затвердевания, и оно безопаснее для здоровья, для, скажем, использования в еду. То есть, если обычные масла, они, как правило, более ненасыщенные, там, кукурузные, с подсолнечника, и это сильный окислитель для тела, то вот как раз кокосовое масло, оно уже не имеет свободных этих связей, связей, которые не отрывают электроны с наших молекул. В общем, не окислитель. Это хорошее масло для еды, его даже можно использовать для еды. Но намного приятнее им наносить, его наносить на кожу, на волосы. Вот. Это естественные средства для защиты от ультрафиолета и загара. Вот. Так что попробуйте кокосовые продукты. Вот из Украины, я знаю, из России можно заказать, привозят и индийское кокосовое масло. Попробуйте использовать и как косметическое средство. Кто-то использует и как зубную пасту. В общем, применений множество. Хорошо, встретимся в следующих роликах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!